Сегодня малонародной тренировки. У Тижеи наконец-то есть простор для работы. Наня, я иду к тебе. Балаган опять какой-то. Встала на обмен ногами со золотой, а у тебя две головы ниже. Ну, это она сама встала. Здравствуйте. Сейчас Свера Николаевна. Вот именно. Вот идея Свера Николаевна из той. Вы прознались? Конечно. Почему? Даже не вспотели. Чего-то не видно, что ли? Видно. У тебя здесь уже другая работа? Да. Вы очень сильно дышите, уже потели вот здесь. Это же разминка, да? Да, это была разминка. А Амир куда ушел? За льду. Другая, что вы видели, что Амира на футболке, а Амиша здесь соло? Нет. Нет, я думаю, что это какой-то японец, это не Амир. Да. Работа следующая. Питайте, пожалуйста. Вот у тебя минимальное движение, ты двигаешься в пределы вот этой зоны, ты накидываешь. Либо одиночный удар, либо сдвойный удар, либо удар, если нога, обязательно через руку. То есть вся работа. Или одиночные руки, или серединные руки, или связочная нога в конце. Небольшая защита. От рук можно уворачиваться, нырять и так далее. На ногу желательно сближаться с блокирующими действиями. Все время пытаемся блокировать. Есть возможность, можете контратак выделать. Но контратака не столь интересна, сколько интересны именно блокирующие действия. А вот можно чуть-чуть готовить атаку, не просто накидывать, а чуть-чуть подергивать. Для него это слишком просто. Приготовились. Парни, ну что вы? Как все? Тяжело, чуть-чуть ноги. Вчера просто загрузили так. Вы разговариваешь в курсе? Да. Понял, все. Майка классная, хотелось бы сказать. Свою покажете? Майка-то в легкую. Один из вас пытается из клича заработать балл. Второй этому не мешает. Есть возможность контратить. Нет возможности делать защитные действия. Не надо остановиться вот так. Вы ищите свой захват, свою позицию, с которой вы можете пробить. Рукой, ногой, не принципиально. Надо быть сконцентрированным в внимании. Тот защищается. Вы должны почувствовать, когда он перекладывает в бедро или разрывает дистанцию. Вот это для вас защитная позиция. Если вы будете просто это ждать, вы не будете успеть. Нужно почувствовать, когда он меняет. Он уже будет в какой-то позиции находиться. Вот эту позицию нужно почувствовать. Вот эту позицию нужно почувствовать, когда он заряжается. И как только почувствовали, сразу на снос идем, либо на разрывы идем в дистанцию, либо на смещение. На месте не оставаться, не пытаться вот так заблокировать ни в коем случае. Все блоки чувствуете, что ноги сразу накрываем локтями, чтобы ничего такого классического не зашло. Класс. Класс. Я хрен знает, насколько занимаюсь РД. Я пытаюсь научиться, да, я пытаюсь научиться в клинче двигаться. Я до сих пор этого не могу сделать. Вы сейчас отрабатываете статическое положение, должно быть статическое положение. Нельзя после удара остановиться, нельзя стоять, нельзя. Это очень грубая ошибка, потому что вы когда будете в усталом состоянии, вы встанете. И если вы встанете, вы ничего не сделаете. То есть должна быть какая-то динамика, особенно на защите. Не вываливаться надо, а наоборот, в момент атаки, в большинстве случаев, нужно прилипать и уходить за спину. Тогда у вашего соперника будет минимум шансов. А если вы будете вытягивать, он делает удар, вы будете вытягивать, он вас может достать. А вытягиваетесь вы потому, что вы стоите в статическом положении. Павла, я слышу, что ты что-то говоришь, но я ничего не понимаю. Двигайся, за спину. Тебе. Можно прогнозировать, когда вы научитесь двигаться? Не знаю. Может быть. Еще вопрос у меня. 47. А если по ветеранам выступать, то она и не надо двигаться. Ну не надо, наверное, но они будут по ветеранам. Хорош, а скоро чемпионат мира в Дольфе. А-а-а! Хорош! Повторите, что вы сейчас сказали. Специально для одного канала, называется Вова ВКФ, основоположника каратэ в Ютубе. Значит, у которого 6 тысяч подписчиков. Давай. Денис Александрович, не завидуйся. Нет, нет, мы не про него, мы для него, но проком. О, привет. Да, сейчас треть идет о саратовском спортсмене. Это Спицын Андрей. Андрюха, ну ты знаешь мое мнение. Брат, если ты начнешь тренироваться, ты выиграешь чемпионат мира, чемпионат Европы и все международные турниры. Про Россию вообще молча. У тебя только одно условие. Андрюша, начни тренироваться. Я тебя очень прошу. Вова, я от себя добавлю, обрати внимание, мы на карту Тинькофф деньги не переводим. Мы бескорыстно это делаем. Вова, а я позитивно. Привет тебе из Питера, Вова. Мы тебя ждем как минимум в сентябре на международном турнире. А если что, приезжай в гости. Я просто не знаю, с кем аналогию сравнить. Я рад, что вы все себя считаете Стивеном Дакостом. Что вы можете зайти в клинч, врезаться в грудь в грудь и оттуда закинуть в ромауш. Не все из вас это могут сделать. Поэтому, когда вы реализуете свою клинчевую ситуацию, можете вы работать грудь в грудь. Или вам нужна амплитуда, вы должны понимать это. Но не все могут из короткой дистанции перевести ногу в голову, например. То есть у вас есть какая-то, должна быть, какая-то отработка из клинч. Если это задняя нога, значит нужна амплитуда под заднюю ногу. Если вы можете, как голуби у вас, передней ноги положить в клинчевую ситуацию, тогда, пройди бога, залезайте в этот клинч. Вот, плотный клинч. Но если не получается плотный клинч, так зачем вы туда лезете? Понимаете, о чем я говорю? То есть есть некая физиология, есть задача, которую вы можете решить. И есть задача, которую вы не можете решить на данный момент. Большинство из вас не может решить задачу стояния грудь в грудь и оттуда зарабатывание трех баллов. Но тем не менее, вы все равно лезете в очень плотный клинч. Внимание, рубрика «Футболка Амира». А что вы делаете здесь? Да, посадочный еще. Вопрос такой. Постоянная рубрика, значит, в итоге прошедших соревнований. Съездили мы хорошо, погода была отличная. Но вот выступили в памяти. Хуже на моей памяти еще не было. А какова причина? Какие выводы сделали? Выводы сделали. Как хоть имена назвать, кто не дорабатывает. Испект Федерации Кабардино-Балкарии. Но уровень детского города, который они подняли, я, честно, даже не был готов к этому. Там что, были только дети из Кабардино-Балкарии? Если они забрали пять золотых медалей, то, похоже, были только дети из Кабардино-Балкарии. Согласны ли вы с оценкой города Белаяча, как тренера, что дети Кабардино-Балкарии превосходят детей из Санкт-Петербурга? В первую очередь я хотела бы поздравить конец уже наших спортсменов. Это Ярослава Попова, который занят... Чем отличается чиновника от тренера? Так-так? Ну, что есть. Ярослав Попов завоевал второе место в Ката. А Иксанов Георгий завоевал третье место в Камете. Давайте тренеров тогда называть. Да. А Ярослав Попов, тренер Данила Евгеньевич Уфимцев, Тимофей Олегович Леонтьев и Валентин Андреевич Гончаренко. Да. А Иксаны Георги, это тренеры Инга Васильевна Широзия и Зураб Гуладевич Кабеля. Ага. Но Зураб Гуладевич не говорил об этом. Видимо, он не считает это... Ну, вы же сразу сказали, что чем отличается Широника тренера? Зураб Гуладевич оценивает сборную Санкт-Петербурга. А я как чего оценила? Так, вот Олег. Да, все. Спасибо за съемку. Отличная видеокамера, отличный оператор и интервьюер. Я знаю, с кем я буду работать. Субтитры сделал DimaTorzok